Дикие истории подростков Большую часть времени в классе я делал повязки для рук из малярной ленты. Когда я закончил, я написал поверх текст песни used группы My Chemical Romance. Иногда я даже сидел под столом на уроках. В то время я проходил тестирование на опухоль мозга, и все учителя были проинформированы об этом, так что они просто позволяли мне делать всё, что угодно. К счастью, у меня не было опухоли. Это был просто коктейль из неврологических проблем, которые ужасно напоминали опухоль. Когда все они появились одновременно. Я разобрался в своей жизни в 16 лет. У меня была подработка по упаковке продуктов. И у меня была девушка. Мне больше ничего не нужно было в моей жизни. Я мог бы поддерживать себя и свою девушку, работая 9 часов в неделю. И я в этом почти уверен, при минимальной заработной плате, решив, что школа мне не нужна. На самом деле я сказал маме, ты не понимаешь, что такое любовь. До этого момента она была замужем за моим отцом более 20 лет. То, что есть у нас с ней реальные чувства. Когда я был студентом, я был влюблён в одну девушку. Поэтому я купил ярко-белые скини джинсы, чтобы попытаться произвести на неё впечатление. Она назвала меня мистером Пропером. У меня была борода. Я был хорошим парнем, словно белым рыцарем. Раньше я писал любовные стихи и говорил «Миледи», когда разговаривал с девушкой, которая меня интересовала. Раньше я защищал честь девушек, которые мне нравились, угрожая их парням, если они когда-нибудь поступят с ними неправильно. Всё это было более 15 лет назад. И я до сих пор съёживаюсь со стыда, когда друзья смеются надо мной из-за этого. С чего бы вообще мне начать? Я делал тревожные, действительно ужасные фотографии, выкладывал их в интернет и называл себя фотографом. Это было моё искусство. Одна фотография, которую я особенно хорошо помню, была фотографией старой свечи, которую я нашёл. Я налил на неё блестящий красный лак для ногтей, который должен был быть похож на кровь, и воткнул в неё связку бритв. Это было отражение моей измученной 13-летней души. Почему вы мне это напомнили? В моей жизни было так много всего. Раньше я делал чёрно-белые фотографии для своей страницы в социальной сети с прикрытой половиной лица из-за неуверенности. Затем, в довершение этого, я помещал тексты рок-групп под каждой фотографией. Чтобы показать, насколько я глубокая натура. Супер стыдно. В средней школе, примерно на половине обучения, я подумал, что будет гениально притвориться американцем. Я из Лондона и знал некоторых из своих одноклассников ещё в начальной школе. Я ходил, обучая людей тому, как разговариваем мы, американцы. Так что, если кто-то говорил что-то британское, я распромрял плечи, прочищал горло и говорил, что на самом деле нужно говорить другие слова и с другим акцентом. Ненавижу себя. Когда мне было 14 лет, я был на ночёвке у девушки, в которую был влюблён. После этой ночёвки она хотела пройтись по магазинам с несколькими своими друзьями, которые тоже остались ночевать. Я спросил, можно ли мне с ними. Они явно пытались сказать мне, что не хотят, чтобы я их сопровождал, но я не понимал их намёков. В конце концов, они убежали так быстро, как могли, притворившись, что бегут за автобусом. Сначала я пытался бежать за ними, но потом наконец понял и остановился на полпути, спрашивая себя, как я мог быть настолько глупым. Я и та девушка были действительно хорошими друзьями. И я был не единственным парнем, который был на ночёвке. Но я был бы единственным парнем, который ходил за покупками с ней и двумя другими девушками. У меня было много совместных уроков с одной девушкой, которая всегда ходила с более популярной группой учеников, чем я. В школе мы много разговаривали, потому что почти все уроки у нас были вместе. Но я прекрасно понимал, что мы были просто школьными друзьями. Мы не тусовались после уроков. Думаю, мне бы хотелось сходить вместе куда-то, но в принципе мне и так всё нравилось. Однажды летом моя мама начала беспокоиться, что у меня недостаточно друзей, и я не обращаюсь к тем ребятам, с кем раньше хорошо дружил. Иногда я в разговорах с мамой упоминал эту девушку, поэтому моя мама сказала мне, «Если она твой друг, ты можешь позвонить ей и спланировать что-нибудь вместе». Я знал с абсолютной уверенностью, что она никогда не будет тусоваться со мной вне школы. И это был конец лета, поэтому мы даже не разговаривали несколько месяцев. Но моя мама очень настаивала на этом. Поэтому я взял трубку и впервые позвонил этой девушке после того, как знал её больше года. И пригласил её погулять, только чтобы услышать, как она придумывает кучу неубедительных оправданий, «Почему она занята всю оставшуюся часть лета». После этого мы больше никогда не разговаривали. Я точно знал, какой будет её реакция, но всё равно мне было ужасно больно слышать это. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу всё самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдёте в описании. Я американец и живу в Америке. Однажды в нашем классе появился новый студент, крутой чувак. Никто не знал, откуда он. Но так как он говорил с американским акцентом, и мы никогда особо не думали об этом, пока однажды мы не стояли в очереди, и он сказал, кто последний в линии. И мы просто замерли. Как выяснилось, он был из Лондона и весь год имитировал американский акцент. И использовал американские словечки. На самом деле это идиотизм, потому что девушкам больше нравится британский акцент. Его личная жизнь действительно улучшилась после того, как он бросил притворяться тем, кем не является. Я был на дне рождения, который мы отмечали в лесу, и мне захотелось в туалет. Я решил подойти к опушке леса и облегчиться. Тут же послышался крик. Я обмочил лучшую подругу моей знакомой, пока она пряталась в кустах во время игры в прятки. После этого у нас сложились интересные отношения. В шестом классе я читал книгу Скотта Вестерфельда «Инферно». В этой книге главный герой надел резиновую ленту на запястье и щелкал ею всякий раз, когда у него возникало какое-либо желание в попытке искоренить это влечение. В 12 лет я решил попробовать то же самое. И всякий раз, когда я был рядом с девушкой, в которую был влюблен, я щелкал резинкой. Надеясь, что она прочитала книгу и поймет это, щелкая резинкой я пытаюсь сказать ей, что она мне нравится. Вспоминая это сейчас, я могу сказать, что вероятно я выглядел как малолетний идиот, который любил причинять себе боль. Я очень увлекался вампирами, до такой степени, что я привык притворяться, что я один из них. В школе я думал, что я такой крутой и загадочный, когда спрашивал людей, какая у них группа крови. Черт, я хотел бы дать подзатыльник себе тогда. Я испытываю стыд даже больше, чем планировал. Но я думаю, что винить здесь я могу только себя. По сути, я был одним из тех парней, которые без иронии скулили о френд-зоне и о том, что девушки не любят меня, потому что я слишком добрый с ними. Хотя на самом деле я был неприятным, прилипчивым, незрелым парнем и не имел чувства уверенности в себе и собственного достоинства. Вдобавок ко всему, у меня был один комплекс. Я такой классный джентльмен, потому что я не пью и не хожу на вечеринке и слушаю только хорошую музыку. На самом деле, в то время я слушал мейнстримный классический рок и только инди-музыку примитивного уровня. Кроме того, единственная причина, по которой я не пил и не ходил на вечеринке, это потому, что мои родители были строгими. И поэтому я создал своего рода комплекс превосходства, чтобы оправдать это перед собой. По правде говоря, я потратил много времени на то, чтобы стать озлобленным и попытаться поставить себя на пьедестал. Хотя большинство людей, с которыми я ходил в старшую школу, были действительно крутыми. Если бы я просто расслабился и научился быть собой и позволял другим быть самими собой, я бы, наверное, провел время гораздо лучше. Однажды мне было так грустно, что я сделал татуировку с инициалами парня, в которого была влюблена, на своей ладони, нанеся чернила на нитку и продев ее через верхний слой кожи. Прошло около двух дней, прежде чем она смылась. Позвольте мне начать издалека. Я был тощим маленьким шведом, только что вышедшим из самолета в Австралию. С учетом всех обстоятельств, мой английский был довольно хорош, но определенно не на высшем уровне. Это был мой первый день в новой школе. Весь день я был очень вежлив, улыбался каждому, кого видел, участвовал в играх на перемене, в которых я проигрывал, и поэтому в конце дня я думал, что у меня все хорошо. Я гордился своими усилиями. Когда мы все сидели на полу и слушали, как наша учительница рассказывает нам о домашней работе на следующий день, она мимоходом объяснила мне, что нам нужно записывать всю такую информацию в наши дневники. Она попросила одну из девочек показать мне, где и что писать. В этот момент, по какой-то непонятной мне причине, я решил произвести впечатление на своих новых одноклассников, выполнив сальто и поднявшись на ноги, несмотря на то, что я был совершенно не способен выполнить этот маневр. Я лег на спину, поднял ноги в воздух и издал ужасно громкий пердеж в направлении моего учителя. Лежа по ночам в постели, когда это воспоминание вновь всплывает передо мной, я натягиваю одеяло на голову и сворачиваюсь калачиком. Я был очень неприятным подростком и утверждал, что я весь из себя особенный и что никто не может меня понять. Ой, говорил такие вещи, как «Я не такой, как другие парни. Мне нравится, когда вы все так драматизируете». Будучи самому королем драмы. На мне всегда была только черная и неоново-розовая одежда. Да, я говорю о ярко-неоново-розовых брюках и футболках с крыльями на спине. Ах да, я назвал себя феей. Я даже сделал большие волшебные крылья, которые иногда носил на улице. Боже, мне так стыдно сейчас, даже когда я просто думаю об этом. Мои родители разрешили мне делать это, потому что думали, что будет забавно напомнить мне об этом позже, когда я вырасту из этого. Боже, если бы я мог вернуться в прошлое, я бы ударил себя по лицу. Недавно я прочитал свои дневники, которые вел в подростковом возрасте. Вы не представляете, сколько там было нарциссизма. Я был искренне убежден, что я чертовски умный, и никто никогда не сможет понять всю сложность моих мыслей. Какая чушь. Ну, а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok